Добрый день! Сегодня я бы хотел рассказать о достаточно старой головоломке. Это Дайан Dino's Cube. Также его называют Dino F's Cube, либо просто F's Cube. А на коробочке написано 4 Axis 4 Run Cube Magic Cube. Дизайнер Дайана чахнет над коллекцией головоломок. Сама головоломка, ну всякая такая информация. Диноскепт стоит не так уж и дешево для такой маленькой головоломки, но мне хотелось его приобрести и я наконец-то это сделал. У меня лежит давно. Спешки не было, снимать по нему видео, но видимо время пришло. Что это такое? Это головоломка, которая совмещает в себе вращение Dino's Cube, поэтому называется Dino's Cube. Вот так вращается как Cube, а вот так вращается как Dino. Несмотря на то, что здесь есть уголки как Ready, эта головоломка не работает. Dino's Cube. Я напомню, что есть серия вот таких вот углов вращательных головоломок. Одна из них, начиная с Dino's Cube, ну к нему можно добавлять обычный скьюб, переходит в Rex Cube, Master's Cube и Elite's Cube. Вот это от Lan Lan головоломки, это от MF8. Все начинается с Dino, с примесью скьюба. Также другая линейка начинается с тех же головоломок от Dino's Cube, но вот это звено промежуточное Dino's Cube, после чего Dino's Cube и Professor's Cube от того же Dino's Cube. То есть вот линейка из трех головоломок фирмы Dino's Cube. Получается, что из одного начала Dino's Cube в одну сторону идут такие головоломки, а в другую сторону вот такие. Каждая серия имеет свои особенности и собираются не одинаково. Даже учитывая, что Lan Lan и Dian Master's Cube имеют одинаковые названия, вращаются они по-разному. Вот Lan Lan с каждой стороны вращается так, а Dian с одной стороны вращается так же, а с другой вот так. Ну так же как и Dino's Cube. Вот наконец-то я, имея уже все эти головоломки, добыл недостающее звено и вся линейка в сборе. Ну а теперь давайте посмотрим, как оно вращается. Если вы умеете собирать Dian Master's Cube, то эти знания здесь пригодятся и в принципе вы сможете собрать Dino's Cube. Но здесь есть все те же заморочки, что и на Master's Cube. Давайте перемешаем, вращаем как Dino, вращаем как Cube, как попадет. Вращается хорошо, даже лучше, чем Master's Cube. Из всей вот этой линейки, что в одну, что в другую сторону, плохо вращается только Professor's Cube. Со временем он разрабатывается, но элементы могут вылетать. Изначально из коробки вращалось, конечно, гораздо хуже. А так, разработал все. Я даже сделал сборку на скорость. Возможно, она уже выложена на канале менее 20 минут. Быстрее я ни у кого не видел. И то там полторы минуты я элементы собирал. Давайте перемешаем. Я пример сборки покажу. И возможно уже снято обучающее видео. Может и нет. Ну, в любом случае, я ссылку добавлю в описании. Вот так вот перемешивается Dino's Cube. Будем его именно так называть. Как собрать? Да, очень просто. Собираем сначала как Dino. То есть, ставим ребра только в правильном порядке. Белые, зелено-оранжевые, дальше какой-нибудь сюда красные и синие. Здесь все интуитивно. Далее, после вот этого этапа, нужно обязательно поставить вот на эти места белые углы. Причем неважно какие, их здесь всего два. То есть, два белых уголка, два желтых уголка. Остальные уголки вот такие вот вырожденные. Их на внешних гранях не видно. Один есть, ставим второй. Причем неважно, что здесь бело-синя-оранжевый угол. А то должно стоять бело-зелено-красный. Главное, что два белых здесь. После чего собираем, как у Dino's Cube, боковые ребра, которые не желтые. Сохраняя положение вот этих белых уголков. Синий-оранжевый, где должен находиться здесь синий-красный. Вот здесь, значит, синий-оранжевый. Делаем это пиф-пафами вот такими. Причем, вот эти уголки, которые не содержат белых уголков, можно вращать произвольно. Они пока ни на что не влияют. Так, зелено-оранжевый поставим вот сюда. Раз, два. А это главное вернуть на место. Сюда красно-зеленый. На уголок внимания не обращаем. Так, так, так. Три движения всего сделали. Сюда синий-красный. Так, и вот у нас они вот так вот скачут, ребрышки. Но смысл не меняется от этого. Уголки на месте. Можем собрать верхний. Все неправильно ориентированные ребра. Делаем произвольный пиф-паф. И у нас два ребра правильно ориентируются. Дособираем, как на Дина Кубе. Вот у нас собраны ребра. Дальше нужно собрать центры. Здесь можно комбинировать умения из Мастерскюба. Вернее, из Иви. То есть можно перестанавливать полоски целиком. Вот эту красную можем поставить вот сюда. Раз, два, три, четыре. Как на Иви. Дальше. Ну, к примеру, вот так можно переставить, чтобы было чуть получше. Ну, здесь побольше оранжевого, побольше зеленого. Здесь не хватает желтого. Здесь не хватает белого. Ну да ладно. Немножко собрали и хорошо. Хотя можно вот не испортить здесь, но улучшить немножко на белом. К примеру, вот так. Так получше. Теперь на каждой грани что-то есть собранное. Ну и дособираем. Смысл такой же, как и на Рекс. Кубики, на Мастерскюбе, на любом. Делаем затопмов. Разворачиваем два вот этих элемента. Делаем флип. Так. Дальше. Сюда нужно желтый. Давайте пока сюда оранжевый поставим. сетапмов. И отменяем. Так. Вот эти давайте поменяем. Элементов гораздо меньше в Мастерскюбе. Поэтому сборка получается быстрее. Поэтому тоже попробовать на скорость собрать. Остается поменять два вот этих. Ну, те же все приемы. Так. И отменяем второй. В итоге собрали все кроме уголков. Как собрать уголки. Ну, сейчас они сами встали на свои места. А если бы не встали. Есть у нас вот комбинация из трех пиф-пафов. Давайте продемонстрирую. Вот. К примеру, уголки нужно переставить. Поменять вот эти два и вот эти два местами. Просто делаем три пиф-пафа. Для смены вот этих и вот этих. Пиф-паф вот такие. Раз пиф-паф. Два пиф-паф. Три пиф-паф. И вот так называемый паритет уголка. Который на Мастерскюбе обычно не решается. Имеется в виду именно от Лан Лана. Но на Дайан Мастерскюбе можно решить ситуацию разворота одного уголка. Для этого есть нехитрый алгоритм. Который недоступен на версии от Лан Лан. Который работает как здесь, так и здесь. На Профессорскюбе он бессмысленный. Так как уголки тривиальные и их можно вращать. Я смоделировал ситуацию с двумя углами. Чтобы показать как это обычно решается на Мастерскюбе. Позже вернемся к развороту одного уголка. Если нам нужно развернуть один по часовой стрелке. Другой против часовой. Мы как в Мастерскюбе можем расположить их вот так. Сделать флип. Перехват. И еще один флип. После чего уголки все собираются. Но такая ситуация, которая позволяет нам использовать алгоритмы из Мастерскюбов. Бывает далеко не всегда. Как в предыдущем случае требовался разворот одного уголка. Причем разворот одного уголка можно избежать. Если на этапе сборки ребер правильно ориентировать все уголки. И собрать ребра именно с правильной ориентацией уголков. Тогда в конце будут только вот ситуации, как я показал, и будут решаться одним алгоритмом. Но может случиться и по другому. И вот ситуация с разворотом одного уголка. Алгоритм работает как на Мастерскюбе, так и на Диноскюбе. Разворот против часовой стрелки делается следующим образом. R U' R' U L F' L' F' И повторяется. R U' R' U L F' R F' И один уголок разворачивается. Такое возможно из-за того, что здесь, помимо скьюбных движений, есть Дино-движения. Для того, чтобы развернуть уголок по часовой стрелке, делается зеркальный алгоритм. L' U L U' R' F R F' R F' R F' А то сердце даже вылетело кусочек, но вот уголок и развернулся по часовой стрелке. Ну, заодно мы посмотрим настроение. Так оно выглядит. И обратно легко вставляется. Вот такой вот интересный пазл. Он не сильно сложный, но он включает в себя все возможности, которые есть на Мастерскюбе. Причем, если вы вспомните, на первом этапе после сборки белых ребер мы расставляли белые углы. Если этого не сделать, то в конце вы получите паритет, который не решается без значительного разрушения уже собранного. Да, головоломка, конечно, собирается быстро и можно этим пренебрегать. Но сделать пару движений после сборки белых ребер не так уж и сложно. В общем, очень интересная головоломка. Если в ней достаточное количество особенностей, обязательно будет по ней обучающее видео вращается отлично. Гораздо лучше, чем старшие собратья, так как элементов меньше. И есть простор, где подумать и интуитивно порешать. Очень рекомендую, хоть и стоит не дешево. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.